В Ленинском районе из-за пожара в заточении оказалась пожилая женщина. После того, как огонь уничтожил лестницу в подъезде, хозяйка квартиры оказалась в ловушке, она не может спуститься. Жительница второго этажа едва передвигается. Наш корреспондент Алия Ирхадина расскажет подробности. Подъем на второй этаж в этом доме для обычного человека теперь словно полоса препятствий. А вот для 64-летней Надежды Носковой непреодолимый барьер. Пожилая женщина ждет операцию на ноги, а потом, возможно, получит инвалидность. Ветеран труда теперь в настоящей ловушке. Спуститься вниз она физически не может. В заточении оказалась после пожара, который вспыхнул на первом этаже. Она единственная, кого не смогли эвакуировать, даже прибывшие сотрудники МЧС. Ничего страшного было очень. Все, кошку схватил, сын это по лесенке, а я не могла подняться. Это два пожарных и надели мне этот шлем, потом пожарные тушат. И вроде бы я смогла еще здесь находиться, что я еще могу. Это первые кадры пожара в старой двухэтажке по улице Ереванская. Шесть машин МЧС, 24 пожарных и врачи прибыли за несколько минут. Прямо из подъезда вырываются огромные языки пламени. Люди оказались отрезаны от выхода. Жильцы стали прыгать из окон, чтобы спастись. Кто-то даже не успел взять вещи. Люди у нас как бы выпрыгивали с окошек, то есть со второго этажа, пока у нас пожарные. С этой стороны были, с той стороны дома, то есть выпрыгивали у нас люди прям с окон. С первого этажа женщина очень сильно пострадала у нее, то есть ожоги. В данный момент она находится в больнице. И только Надежда Носкова была вынуждена оставаться дома. Сотрудники МЧС не смогли ее эвакуировать и приняли решение надеть кислородную маску. Спасатель находился в задымленной комнате вместе с пожилой женщиной до тех пор, пока пожар не был потушен. Выбежала, обратно дверь открыла, как пламя полыхнуло, все на меня. Вот руки обожгла, голову, плечи. Ездила в ожоговый центр, там сделали мне перевязки и сказали, что нужно ложиться в больницу. Я отказалась в больницу ложиться. Теперь жители двухэтажного барака разбирают вещи на пепелище и пытаются понять, как жить дальше. Люди остались без электричества и газа. Щитки все выгорели, а газовую трубу спилили. Вскрыли на полы, вскрыли полы, вскрыли полностью двери, получается. Вскрыли полы в комнате. И все это восстановление будет за мой счет. Я проснулся из-за того, что просто не буду дышать. Проснулся, хотел выйти через дверь, но уже понял, что там возгорание. Со слов жильцов дома, к ним приезжали чиновники. Но чем смогут помочь погорельцам, люди так и не поняли. И ждут поддержки хотя бы от депутатов. Соответственно, сейчас с жителями составляем бумагу обращения, потому что дома, они не в фонде управляющих компаний. Соответственно, сейчас эта вся проблема ложится на жителей. Соответственно, задача наша, как можно быстрее жителям помочь в этой ситуации. Тем временем полиции и эксперты пытаются понять причину пожара. Известно, что очаг был в подъезде на первом этаже. Огонь вспыхнул под лестницей, где хранился хлам. Неосторожное обращение с огнем – это одна из версий. Впрочем, поджог не исключается. По словам людей, один из местных любителей выпивки не раз угрожал спалить дом. И, возможно, выполнил свое обещание. Продолжение следует... Продолжение следует...